Путин гениальный HR-менеджер, получается? В России должен быть я, а не Путин. Потому что я правильный, честный, красивый. Кудрина, Биулина, Греф. Являются ли они преступниками? Да, все. Пригожин и Кадыров. Какое время, такие герои. А что здесь в Лондоне говорят про Абрамовича? Все, что делает наша команда, все хорошо. Все, что делает их команда, все плохо. Почему молчит Познер? Ну, а бабки-то здесь. Ну да, он царь, он должен так жить. Да нас за Северный Кавказ, за спецназ. Кто главный бизнес-лузер года? Все могут уехать. Продай квартиру, поселись в Болгарии. Все могут уехать. С вами Мариан Минскер. Вы держитесь. Сегодня у нас особый выпуск. Мы в Лондоне, в винном магазине «Хедонизм Вайнс». В гостях у Евгения Чичваркина. Евгений, я вас приветствую. Добрый день. Мы на «вы» или на «ты»? На «ты». Конец года. У меня и у зрителей много к тебе вопросов. И чтобы успеть все, я разделила их на пять категорий, в каждой из которых будет по несколько вопросов. Я сейчас эти категории озвучу сразу. Это «Люди башни» или коротко о главном. Ну, ты понимаешь, о ком это. «Уехавшие», «Оставшиеся», «Русский бизнес» и «Глядя из Лондона». Какие у тебя главные итоги 22-го года? Я не похудел, обжираясь на ночь. А еще? Придется все начинать заново. А если серьезно? Бесконечное томительное ожидание. Битва с банками, доказывание, что не верблюд. Мой основной итог этого года – утомление. А главное – разочарование года. Уже который год российский народ. Народ? Да. Поясни. Мне все-таки казалось, что что-то должно ёкнуть где-то там внутри. У большего количества людей. А почему не ёкает, как думаешь? А все же хорошо. Ну, ничего же не хорошо. А работа есть. А когда они будут? Безработицы нет. Еда есть. Холодильник забит, телевизор орет. Что еще надо? Что еще надо. Все хорошо. А когда не будет работы, наступит голод, например? Что-то изменится или нет? Голод-то не наступит. Сейчас не то время. Когда не будет работы, будет тревога. Да, может измениться. Я думаю, что если действительно посадить на… Дать сыворотку правды или посадить на полиграф все окружение, то большинство будет нет. Я уверен, абсолютно. Да. Но они уже внутри этой матрицы и потонут вместе с этим кораблем. Люди башни или коротко о главном. Вот смотри, в этом году для многих неприятным открытием года стал Дмитрий Медведев. Что с ним произошло? Кто он сейчас? И почему так происходит? Я думаю, что это было очень тяжелое решение, потому что он был… Я абсолютно точно помню, как в 2008-м он был против Грузии, хотя он поддерживал на словах, он был абсолютно против, ему это все вообще не нравилось. И мне кажется, он вообще про торговлю, деньги, бизнес, про экономические связи, он вообще не про это был. Но я думаю, что в какой-то момент он, как и изначально, последовал своей присяге Путину. И если окажется потом, что он действительно прилично алкоголизировался, я в это поверю, а это, безусловно, тебя сажает на очень тяжелые психоэмоциональные качели, особенно если ты подспудно понимаешь, что ты делаешь полное говно. Ты думаешь, он понимает? Конечно. Он недавно заявил, что он сам пишет у себя в Твиттере. Все эти штуковины, как он сказал. А еще этот год, кроме года позора, это год испорченных некрологов. Такого количества, то, что уничтоженных репутаций, я не помню, когда они еще были. Просто было время, я помню, ты к Медведеву относился вполне нейтрально. Нет, я относился с благодарностью, я не критиковал его вообще. Ни одного плохого слова больше, чем за 10 лет не сказался у него. Потому что я к нему лично относился с благодарностью, я к нему обратился с просьбой в 2008 году. И обратить внимание на то, как нас менты прессуют и с просьбой помочь, чтобы нас не прессовали. В итоге ментов разогнали, людей выпустили из тюрьмы при точном участии президента. И на тот момент он был президентом. и администрации президента. Это точно было сделано под их левым взором, попасть в 0,2 обравдательных приговоров в России. А это и после нашего обращения, моего обращения, все это подразделение К, весь этот БСТМ просто разнесло в щепке, там полностью поменялись люди. И да, я был безусловно за это благодарен. Ну вот поэтому интересно, он сам выбрал такую роль сейчас? Ну конечно сам. Или у него не было выбора? Что значит не было выбора? Ну опять, у людей есть выбор уехать, у него был выбор. Сейчас есть тоже там какие-то серьезные федеральные политики, которых мы перестали слышать. Кому это все не близко? Не помню, я недавно был в списке, действительно там кто-то просто сидит, продолжает свою работу, продолжает служить Путин, просто молчит. Не ходит ни на камеру, ни в телевизор, никуда. То есть видно, что людей это абсолютно не, им это все, что вытворяет Путин, не близко. Что у тебя с бизнесом в этом году? Ресторан Хайт прибыльный? Какая у него прибыльная? Ну у него честный мужской ноль, вот, к сожалению. Год начинался очень плохо, у нас до апреля. Начало года еще было work from home, потом люди вернулись только к концу апреля в офисы, поэтому начало года было очень провальным. И сейчас мы долатываем вот это... Сейчас, понятно, все очень хорошо, и все ломится, но нанесенный ковидом ущерб, он такой, по нашей вообще отрасли, он такой... Сильно ударил. Он ударил как и с количеством людей, так и с себестоимостью продуктов. Он ударил с двух сторон, и как и с зарплатами, с двух, считай, с трех сторон, надо отдать должное правительству, они дали возможность выжить, дали временную возможность перегруппироваться, это абсолютный факт, и почему выбрали Риша Сунака, потому что он тогда, ну, повел себя как человек, который понимает в этом. Сейчас в винном магазине твоем находимся, в самом крутом, в Лондоне, все об этом говорят, здесь бизнесом все хорошо. Какая самая дорогая бутылка в этом году была продана и за сколько? Я должен уточнить, я совершенно на другие показатели смотрю, я должен уточнить. Ну, хорошо, какая здесь самая дорогая сейчас бутылка вина находится? 650 тысяч виски. 650 тысяч фунтов виски, а самая дорогая бутылка вина? Ну, какая-то из больших, надо посмотреть внизу, 1150, наверное. А их покупают? Есть наборы, да, да, 1150. Их покупают? Ну, конечно, значит, зачем было? А кто? Это азиаты в основном, кто покупатели? Ну, безусловно, много и китайцев, много, может это быть запросто американец, это может быть какой-то мидл-лист, через консьержи. А вот какой нужен повод, чтобы открыть бутылку вина за 250 тысяч фунтов? Ну, просто на твой вкус. Это что должно быть? Это должен быть повод, после которого выходят на свободу все политзаключенные России. И у нас есть возможность просто сесть на самолет и туда приехать. Супер, отличный повод. Следующая категория уехавшей, новая волна эмиграции, те, кто покинул Россию после 24 февраля. Вот тебя лично не удивило, что Максим Галкин и Алла Пугачева не просто уехали из страны, а стали одними из жестких критиков режима? Ну, не жестких, но... Ну, критиков. Критиков, да, молодцы, уважаем. Не удивило тебя? Алла, нет, не удивило, потому что, когда она в 12-м году, по-моему, в 12-м наехала на Сурково, я вот тогда первый раз подумал, ого, ну, то есть человек с достоинством пронес его через все. Понятно, что для нее деньги тоже далеко не пустой звук, будем так. Ну, человек, для кого деньги ничего не значит, не будет себе дома, такие огромные дворцы с винтифлюшками делать. Вот. Несмотря на это, они этим всем рискнули, да, и будущими своими большими заработками рискнули или на какой-то момент их, на сколько-то лет, а может быть пожизненно, лишили себя этой возможности, но сохранили репутацию, уважение к Али и Максиму, и мы, наверное, в Риге когда-нибудь увидимся с ними. Или в Израиле? В Возьмем случае. В Израиле мы были, наверное, в ближайшее время не поем, а в Риге часто. Как ты думаешь, почему молчит поздно? А моя подруга Татьяна подошла к нему в ресторане и спросила, почему он молчит. Он сказал, что он много думает об этом и когда-нибудь скажет. А потом он кому-то сказал, что он скажет, когда закончится ровно. Ну, а ты вот как это объясняешь? Есть такая песня несчастного случая Кортнива «Со страху». Просто человеку с тремя гражданствами что терять? Ну, а бабки-то здесь. Все здесь, бабки здесь. Поговаривают, что жена держит его рот закрытым. И так как в России скрытый матриархат, зачастую даже и не скрытый, то я бы поверил, что может быть так и есть. Вот смотри, дождь не молчал. Сначала пришлось уехать из России, сейчас выгоняют из Латвии. Ты на чьей стороне в этом конфликте? Мне по-человечески жалко Наташу. Я к ней лично отношусь очень хорошо. А я высказался за и поддержал их. И при первой возможности пожму руку дзитко. Мальчик этот сморозил полную херню. И потом объяснив, что он сказал, он где-то лукавил. Либо когда он это говорил в эфире, либо когда он объяснял. И то, и то непрофессионально с точки зрения журналистики. То есть ты не считаешь, что это слишком жесткое наказание? Что они поспешили, уволив Коростылева? Ну, они поступили истерично. И если бы это была, наверное, страна с менее острым восприятием русского вопроса, простите за эту мрачную шутку, да? А в Латвии все очень прям болит и прям искрит. И не без причин. Там, я думаю, что скрытых поклонников Путина несколько десятков процентов. И это внутренняя бомба, которую они 30 лет не могли разобрать. И, кстати, дождь помогал ее потихоньку разбирать. Так как они вещают на русском, говорят понятные вещи, потихоньку перетаскивать вот это старое возрастное, как я, даже чуть моложе поколение, которое за Северный Кавказ, за спецназ вот этих вот, живущих в еврозоне, в стране НАТО, в комфортной, в целом преуспевающей стране и продолжающих смотреть русский телевизор, вот они их стали хотя бы немного перетаскивать на светлую сторону, хотя бы те начали слышать альтернативную повестку. Они были приглашены в Латвию именно специально для этого кем-то, я не помню кем именно, но не тем, кто забрал лицензию, которой не было, кстати. приглашение именно в Латвию, это было мудрое решение властей. Но из-за того, что все поляризировалось, очень просто воспринимать этот мир черным и белым, поэтому случилось как случилось. Если бы, например, это было даже в соседней Литве, он бы потом извинился, покаялся, его бы отстранили от эфира на X количество времени, например, и они потом бы все, еще раз выступил директор, владелица, он сам, и через какое-то время, наверное, бы сочли инцидент исчерпанным. Что будет с дождем дальше? Откроется в другой стране. Какой? Если лишат лицензии? Может, не лишат еще. Может, не лишат. Журналисты Германии попросили Латвию не лишать. Ну, не знаю, дождь найдет финансирование, откроется в другой стране, если не получится восстановиться в Латвии, потому что такие новости, так поданная информация на русском языке важна. Конечно, безусловно. Сейчас такой вопрос, философские, которые много обсуждаются вот после как раз этой истории. А предыдущие не были философские? Были, но это я к тому, что после истории с дождем. Вот как ты лично считаешь, имеют или не имеют право русские, которые уехали, критиковать действия Запада, критиковать Украину и не сочувствовать солдатам российской армии, которые погибают? Имеют право абсолютно на все. Я за полную свободу слова. Просто слово изреченное сейчас может уничтожить репутацию в секунду. И против тебя будет мнение, что ты ватник, продажная скотина и зет-активист. А ты имеешь говорить все, что... Абсолютно. Вот у тебя есть твиттер, который как бы Илон Маск его не критиковали, там все равно ты можешь написать хоть хвалу Путину, хоть призвать, чтобы его повесили. Вот. Абсолютно имеешь право на все. Ну вот Каневайс написал и его закрыли. И он перестал зарабатывать деньги? Ну, спонсоры разорвали контракты. Один раз. Ну, одни разорвут, другие... Для молодых ирьяных, для кого-то это будет наоборот классно. Каким-нибудь с панк-видением люди вполне могут. Хорошо. И финальное по этой теме. Кого ты считаешь лидером российской оппозиции за рубежом сейчас? За рубежом? Да. Я бы сказал нас. Нас это кого? Антивоенный комитет. Нет, это не человек, это группа из почти уже 20, наверное, человек. Для официальной России мы враги. Для Украины, для большинства, да, все русские, что бы ты как ни говорил, ага, вот там вот ты неправильно про Крым сказал, а здесь недостаточно это самое. То есть тоже как минимум на вы и на дистанция. Для многих, кто потерял родных, близких, все, что он слышит на русском языке, все враги. Для Запада, так, приехали люди богатые, русские, деньги сделали там. Кто-то чуть-чуть Путина застал, кто-то не чуть-чуть. Что-то пытаются здесь делать. Санкции применили против паспортов. Не против личности за их действия, а против паспортов в Европе. То есть для Запада условно тоже. То есть ровно все. Вот как карикатура с барашком, где русские против войны получают три ведра помоев от всех трех сторон. Вот это мы. Когда это закончится, как считаешь? Никогда. То есть русские всегда будут плохими для всех? Если мы будем думать исходить из каких-то дат и ставить себе эти самые, то мы выгорем до этих дат. Никогда не закончится. А тогда смысл? Инстинкт. Инстинкт свободы. Красиво. Ты мне сказал, что никогда бы не подумал раньше, что ты можешь заниматься благотворительностью, что ты будешь заниматься благотворительностью. Нет, никогда бы это, я бы у виска покрутил, да, где-то выступить и за выступление передать гонорар, потому что, ну, как бы работать бесплатно греха, раз тебе уже все равно за это положено какой-то гонорар, его тут же передать, это абсолютно нормально, но то, что мы там будем организовывать помощь, я в жизни не мог подумать, что я до этого дойду, если честно. Еще очень важную инициативу сделала моя подруга Татьяна, это называется SaveTheSpot.org. Это сайт, на котором можно купить билеты или абонементы в объекты культурного наследия Украины, которые пострадали, либо которые переехали, либо которые вообще уничтожены, но осталась команда, либо которые нуждаются в восстановлении и так далее. Это музеи, театры, зоопарки, там, культурные центры Украины. И можно прямо на сайте перевести, там, минимально 5 фунтов, и это не агрегатор, мы не забираем никаких этих денег, это прямо билеты, которые, как по системе билетов, идут непосредственно в этот театр или этот, и идут прямо на их счет полностью все 100% этого доната. Это очень круто. Это очень круто, это работает, там, ну, собираются там какие-то там, не знаю, малые десятки тысяч собраны, но хотелось бы, чтобы эта штука была более популярной, чтобы туда подсоединялись другие театры и другие, к сожалению, уничтоженные, либо пострадавшие объекты культурного наследия. Там есть музеи, там есть очень интересные, ну, там можно зайти на сайт или зайти в Инстаграм, save the spot. И помочь. Да, и зайти и посмотреть, там есть очень интересные моменты, да, и помочь. Это полностью Татьянина идея, они от начала до конца это реализовали, сделали здесь в магазине, прямо можно подойти к QR-код, навести и в секунду просто отправить. Ага, отлично. Пятерку или пятьдесят. Кто сколько может. Кто сколько захочет. Категория русский бизнес. Смотри, Тиньков, который продал свой банк за бесценок, за копейки, как он сам говорит, Аркадий Волош, который, ну, уезжает из России и фактически оставляет Яндекс, или российские олигархи, которые из-за западных санкций, их активы заморожены. Кто главный бизнес-лузер года, на твой взгляд? Ну да, те, у кого приморозили активы, и олигархи, и те, которые уехали все бросив или на эмоциональном фоне продали за копейки, они по сути проиграли. Они выиграли, многие из них выиграли репутационно, но по деньгам, безусловно, если смотреть с точки зрения чистого бизнеса, да. Ну вот ты очень красиво только что сказал. Как жить, когда с трех сторон помои на тебя выливают? Мы все-таки живем в очень комфортном городе, в комфортной среде, и из-за того, что у тебя все-таки есть, не знаю, репутация… И у нас тоже очень много… Вот у нас тоже в самом начале очень многие поотменяли, тестинги поотменяли… А, да? Да, Russian owned. Написали там одну звезду, что всех русских отсюда долой. А потом подразобрались, ну, позиция-то моя, она не менялась. А кто это делал? Кто писал против тебя вот здесь, в Лондоне, что русский владелец? И англичане, и украинцы. Ну, это какая-то была заказная история или… Нет, ну, если ты живешь в стране с развитым футболом, а у тебя нет достаточного образования и знаний, то очень просто примкнуть к ментальности футбольного фаната, где все, что делает наша команда, все хорошо, все, что делает их команда, все плохо. А сколько прошло времени, пока разобрались и опять все тестинги под… Недели. А сейчас как? Все как было до 24 февраля или чуть хуже именно из-за отношения, что русский владелец? Нет, сейчас все установилось. Здесь институт-то репутации работает. Здесь ты гуглишь Татьяну или меня, все предельно понятно. Причем предельно понятно не вот сейчас из-за того, что там, когда люди вывесили украинские флаги, когда им начали окна бить, у меня одиночные пикеты были в поддержку Украины против… Ну, на концерте Валерии, это же 15-й год, зима 14-15-го года. Ну вот. То есть у меня-то пруфов больше, чем нужно для одного человека. Это правда. Это правда. Я считаю, что мне это будет когда-то нужным, нет. Вообще нет. Вот я тогда так мыслил и чувствовал, вот я сейчас так мыслил и чувствую. Абрамович, Фридман, Авен и другие русские олигархи, которые живут здесь, в Лондоне, но их сейчас довольно серьезно прижали. Кого-то вынуждают продать бизнес, кого-то ограничивают расходов. Я не думаю, что кого-то… Абрамовича, Челси… Где-то обыски проходят. Тебе не кажется, что это несправедливо? Это несправедливо. С Абрамовичем… Давайте Абрамовича возьмем за скобки, потому что, во всяком случае, он попытался эту *** остановить. Как бы он не был близок Путина, он точно попытался эту *** остановить, и переговоры его отравили, чтобы этого всего не произошло дальше, потому что он обладает безусловным, феноменальным даром убеждения. В целом, Путин не так много бизнесменов вообще близко до себя допускает и слушается. Бизнесы, которые были сделаны до… не его друзья, которые вместе с ним пришли, а их сложно считать бизнесменами. А что касается «Альфы», ну, есть бизнесы, которые были сделаны до Путина и сохранившиеся, и развившиеся не благодаря, а вопреки Путину. И это самое главное. Вот есть люди, которые благодаря Путину, там, Ротенберге те же, да, там, далеко ходить не нужно, понятно. Вот. А есть люди, которые это сделали в целом вопреки. А здесь, в Лондоне, это понимают, что это вопреки Путину? Я думаю, что это поймет судья Верховного Суда. Потому что институт судей Верховного Суда здесь такой, которому нам вплоть до никогда. Вот. Они будут действовать в интересах общества. И, по сути, то есть я доходил там дважды, и там уровень истинного, сейчас это слово звучит отвратительно, но там уровень истинного патриотизма совершенно другой. И они будут судить, я думаю, что плюс-минус. Я думаю, что они будут судить нормально, что... Пройдут годы, и в Верховном Суде будет решение, что их оставят в покое. А что здесь в Лондоне говорят про Абрамовича? Все-таки, как ты говоришь, он действительно пытался... Я живу в Челси, и к нему относятся очень хорошо, потому что он очень много сделал для этой команды. В целом, да, человек хотел вложить, хотел до, хотел много инвестировал. Мы не должны выгонять таких классных инвесторов. То есть большинство так считают? Не только в Челси, а вообще в Лондоне? У меня большинство, в целом другая выборка. Это люди... Мы живем в Челси, работаем в Mayfair. Оба очень международных места и очень про деньги. Вот. Как мыслят ребята в деревне 100 километров от Лондона, я, честно говоря, не знаю. И, честно говоря, не хочу знать. Но вот то, что он участвовал, и пытался, он участвовал в переговорах, и пытался, да, пытался помочь остановить эту ***, это вот его убеждение, или он оказался самым хитрым снова, или как? Ну, не Путин же его туда послал. Я думаю, что эта поездка, безусловно, была с Путиным согласована, но я не думаю, что он его туда послал. И если ты хочешь мира, ты бы не начинал ***. Я думаю, что в целом, грубо говоря, если бы мнение Абрамовича было решающим, это была бы просто процветающая абсолютно страна, сосредоточенная на бизнесе, на скупке всех мировых активов. И так как он большой гедонист, ценитель идеальной жизни, да, ну, такой перфекционист, вот, и все вокруг него, вот так оно и работает. И пятая категория, последняя, называется «Глядя из Лондона». Вот как тебе отсюда из Лондона видятся будущие прогнозы на следующий год? Что будет? Будущее туман – прошлый обман. 2023 год будет лучше или хуже? Хуже. Почему? Ну, потому что здесь еще была какая-то эмоциональная, а давайте поддержим, а давайте, когда это все кончится. Здесь, да вот доехала инфляция, сейчас поднимут налоги. Это ты говоришь про Великобританию? Да. А в России? А в России, как пел Егор Летов, советская отчизна погружается в говно, санкции потихоньку, ну, они не сильно, но они вот подтачивают, подтачивают, подтачивают. Я думаю, что уровень жизни будет медленно катиться вниз, количество, там, возможностей. Свободы слова еще будет меньше, свобода перемещения еще будет меньше. А потихоньку будут забирать людей. И вот это… Я не думаю, что какие-то будут резкие изменения. Я думаю, медленное погружение… А погружаться так русский народ еще может долго, многие годы. Уныние. Там победобесие в телевизоре и уныние на кухне. Русские перестанут быть плохими? Никогда. Как говорил человек, который я уважаю, я его за последний год цитирую больше, чем бы, наверное, хотел эту фразу. Народит дрянь. Я это чувствую в себе. Я вот эту дрянность, я ее в себе чувствую. В чем она? В России всегда законы со времен Орды придумывали, чтобы тебя грабить. Чтобы ты их не мог выполнить, чтобы тебя грабить. Чтобы они были невыполнимы. Поэтому, если придумать закон, у тебя моментально придумывается, как его обойти. Закон не для комфорта жизни, не для комфортного сосуществования. Это не водораздел между разными субъектами закона. А это не водораздел, это препятствие, которое ты должен преодолеть. Замозакон не писан. Для нас это все... Так, придумали это. Ага. Ща. Вот. Это отличительная черта. К сожалению. В 23-м году доллар будет выше 100 рублей или меньше 50? Конечно. Выше 100? Да. Фарш невозможно провернуть назад. Ничего не получится. Вот это они не удерживают. Ну, пока же получается. Пока получается, а потом перестанет. Что будет с российской экономикой в следующем году? Она рухнет? Нет, она не рухнет. Она будет медленно сползать и в какой-то момент нефтяной шантаж уже не получился. Нефть уже стоит столько же или дешевле, чем она была отдавана. С газом будет то же самое. Через какое-то время нужно будет давать скидки, перемешивать ее с чем-то, как-то еще более ухищряться, чтобы торговать. И валютная выручка, она не будет настолько маленькой, чтобы прекратить валюту. Но ее будет не хватать, против нее просто напечатают рублей, чтобы дальше все внутри происходило и двигалось. Так как экономика изоляционная, она меньше уже зависит от валюты, то можно их допечатать и пусть курс будет меньше. Ну, фермер что-то производит, какую-то еду продает, ну да, будет неприятно стоить новый айфон, а все, что внутри касается еды, оно не будет напрямую пропорционально вырастать. Ну и ладно. А люди как простые почувствовать, что экономика все ухудшается, ухудшается, ухудшается? Ассортимент в магазинах меньше иностранного, выше цены. Чуть раньше микрокредит был за два дня, а на зарплаты нужно за три брать. Сейчас будет на середине месяца, например. Ну, короче, несущественно. Несущественно. Крупный бизнес в России национализируют в следующем году? Какие-то, безусловно, мы увидим. Какие-то большие компании, вот как, там, вот магнит, по сути, да, его выкупили, а сейчас уже, мне кажется, никто ничего выкупать не будет, будет отбирать просто. Активы российских олигархов на Западе конфискуют в пользу Украины? Ну, кто плохо спрятал, да, чуть-чуть. Показательно. Ни массово, ни сильно. Европа замерзнет этой зимой? Нет, конечно. Безусловно, ни один дом нигде, безусловно, не замерзнет, никакой истерики не будет. Хуже того для российской пропаганды. Я думаю, что цена на газ, как только пройдет пик морозов, она тут же упадет, потому что сейчас там очень много истерики внутри цены. Запасы полные, эти понижающие эти станции ставят, вот в Германии поставили, эти танкеры ездят. Газ в Юго-Восточной Азии, там, в этих всяких Катарах, Хувейтах и прочих, там, добывают, как в последний день. Газ до хера. А ты сказал, что следующий год будет хуже для Европы, для Великобритании в частности. Хуже, чем предыдущий. Из-за инфляции, из-за инфляции, из-за все еще напечатанных ковидных денег они будут аукнуться. А вот эта инфляция, это инфляция Путина, как ее называют? Нет, это они напечатали. Ни хер не делать два года и раздавать веером деньги и удивиться по тому, что у тебя выросли цены, когда против реального продукта, когда денежная масса стала против реального продукта. Нет, это не инфляция Путина. Инфляция Путина, это вспышка цены на газ. Сейчас и то ее нужно, там есть фактор общей инфляции и есть фактор и подъем цены на бензин, и сейчас бензин дешевеет по 3 копейки каждую неделю уже месяца 2 или 3. Что никто об этом не пишет? Драмы нет, кровищи нет. Почти 2 рубля было, сейчас руб 50 уже кое-где. В 23-м году ядерный конфликт случится? Нет. Или нет? Тогда Путину никто не будет платить за нефть и газ. То есть он вообще не случится, можно выдохнуть? Выдыхать лучше не надо, нужно посматривать. И финальная такая спецрубрика называется «Выдержитесь». Как жить и что делать тем, кто уехал и тем, кто остается в России, но не поддерживает то, что происходит? Как держаться? Тем, кто уехал, возьмите все самое лучшее, что должно быть в русском солдате, это смекалка, и сделайте свою жизнь комфортной. А тем, кто остался? А тем, кто остался, нужно уезжать. А тем, кто пока не может, по каким-то причинам не может это сделать? Все могут. Все могут. Ну окей, в моем окружении есть люди, которые, у них пожилые родители, что-то еще, вот им что делать? Нанять родителям пожилым, кто будет ухаживать и уехать. И тогда что? И тогда что будет? Вот все уехали, все, кто могут уехать, уехали. И что будет? Оставьте их наедине с ними же. Оставьте змею наедине с собственным хвостом. И что ты желаешь себе в следующем 23-м году? Похудеть, обжираясь на ночь. Это возможно? Я попытаюсь еще раз. Что ты желаешь нашим зрителям перед Новым годом? Мира. Самое главное. Спасибо большое. Это был Евгений Чичваркин и я, Амриана Минскер. А вы держитесь и подписывайтесь на телеграм-канал RTVI. Там много важного. И амриана Минскер. Похудели, иди-побед. Продолжение следует...